Здравствуйте, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои самые прекрасные друзья! Здравствуйте, любители старины и винтажа! Я хочу сделать вам опять объявление, что с 20 по 24 января на Тишинке будет работать блошиный рынок. Посмотрите время 20 января с 19.00 до 22.00, 21.22 с 12.00 до 21.00, 23.00 с 11.00 до 21.00 и 24.00 с 11.00 до 20.00. Как добраться? Все спрашивают. Тишинская площадь, дом 1, ТВК, Тишинка, Т-Модель, пешком от метро Маяковского, метро Белорусская, метро Баррикадная. Итак, блошиный рынок состоится. А мы с вами, дорогие любители винтажа и антиквариата, находимся на блошином рынке Ретро, расположенном на заводе Кристалл. Как сюда добраться, вы можете найти в инфобоксе под видео. И если в предыдущих видео я показывала вам антиквариат, который находился в отделах фиксированных цен, то сегодня мы с вами будем в отделе, в котором каждая вещь имеет свою собственную стоимость. Мы с вами прошли вдоль полок, заполненных старыми пластинками всего по 100 рублей. И подошли, сейчас подходим к небольшому стеллажу, в котором на каждой полке стоят вещи тоже по фиксированным ценам. Но это последнее место, где здесь есть фиксированные цены. А дальше уже вы увидите более ценные вещи, и стоимость их уже будет на порядок выше. Это по 500. Смотрите. 300, 200, 100. А, понятно. Вот эта полка, она там стоит. Я помню, там внизу копался-копался, но выискала что-то очень интересное. Жалко, что она вот без крышки, поэтому дёшево. Да, можно поискать, да, что-то найти. А наверху у вас по сколько? Здесь 500? Там разные цены. Ну вот эта вазочка, сколько у вас? Вот эта 500. Маленькая, 500. Кажется, подорогие уже. Ой, я не могу, ты чё красиво. Ну всё хорошо. А вот посмотрите, вот эти, они же тоже необычные, вот эти чашки спорт. Да, с блюдцами. С блюдцами даже. Они по виду спорта. По виду спорта. Ага, ну вообще замечательно. Ой, и вот эти вот у вас такие красивые. Это Франция. Вот эти оранжевые? Там написано Made in France. И всего-то по 200 рублей, да? Солнечные, лентальные. К сожалению, уж и денег нет. А вот это что такое? Египет. Угу. Так, ладно, я посмотрю, что у вас здесь. Угу. Хорошо. Всё, ну купил, надо было сразу к вам идти. Приходите, мы до 10-го купили. Ну уже не будет. Угощайтесь конфетой. Не-не, уже не будут скидки. А сколько вот такие коробочки стоят? Вот эта дорогая, это тысяча. Ага, тысяча рублей. Да, но она... Она очень старая. Да, она, да, арт-дек, такой арт-ну-во. Арт-ну-во. Да. И очень старая. Да. Зато по 100 рублей вот эти, посмотрите. Да. Да, не просто одна заболела, вторая, то есть там. Чуть-то день такой соленый. Да. А я именно сегодня и решила к вам приехать. Думаю... Правильно, да, сегодня свободно. Праздник, праздник, народу будет мало, не будет пробок. Да, правильно. А вот я забыла, этот же сервиз, он же этот, как его зовут? Веймар, да? Наверное. Нет, нет, не Веймар. Это вообще Франция. А почему же я решила в прошлый раз, что это Веймар? Может быть, а чашка это и чашка нет. Очень красиво, конечно. Но вот эта посуда, она уже дорогая. Она уже... Она уже качественная. Да, это Европа, конечно. Я Европу за 500 рублей купила, а вот у вас ставят за 600 рублей. Ну, конечно, не такое, что говорить. А вот смотрите, у вас же вот этот, я забыла, как называется, по 300 рублей. 300 рублей, это всё или одна чашка? Наверное, одна чашка, я так думаю. Да, скорее всего, одна. Там, это не мой товар, но, скорее всего, такой. Красиво. Очень живопись советская приятная. Да. И цвет такой красивый. Да, да, достойно. Так. А это у нас кто? 7500. Ну, тоже не поняла, кто. Сейчас посмотрим. Это ГДР. Набор. Ну, смотрите, и в ГДР делали такой красивый, с золотом. Чашечка на ножках. Замечательный. Ой, вот этот вот такой красивый сервиз. Так, это кто у нас такой? Роял. Дальше не вижу. Ну, это же не просто сервиз. Сюда, я смотрю, чайница и чайник. Всё вместе. Ну, да. Белерой Бог вот этот. Да. Ой. Такое всё красивенькое. Миниатюрненькое. Ой. Бавария. И шкатулочки очаровательные. Столько набрала. Надо сейчас идти и разбирать. Что я возьму, а что оставлю. Посмотрите, какие вазы. Сказка. О, это веймар. Веймар. Я узнаю значок. Какой красивый. Смотрите, какой красивый веймар. Это всё веймар. А это? Нет, это не веймар. А сколько вот такой вот стоит? Вот три. Три пятьсот любая. Три пятьсот любая. Надо же. Надо же. Вот какой веймар. А это кто, интересно? Луминал. Кажется. Кажется, что я ничего не вижу. Там одна машинка с тряпками. Вот я рисую всё. Да. Германия. Ну кто? Луминал. Луминал. А, да. Ой, слушайте, правда, какая красота. Красивые все. И вот этот три пятьсот тоже. Вот эти любая, да, три пятьсот. Они пока ещё из коллекции, поэтому... Но они из одной коллекции. А, это кто-то собирал? Собирали, да. Мои немцы. Германия. Забрала. Понятно. А вот посмотрите, такие же миниатюрки кофейные. Чудесные просто. Просто чудесные. Ой, правда, сказочные. Сахарница, молочник. Ну, то, что надо. Всё, в принципе. На пять персон. На пять персон, да. Красота. Ой, вот это тоже чашечка какая красивая. Тоже это оттуда же. Я смотрю, только без блюдечек. Блюдечек, да. Да, и нет тарелочки, к сожалению, утрачены. Вау, ну, красота. Очень красивая. А сколько вот без всего она стоит? Одна чашка. Галь, сколько может стоить одна чашка, если утрачена, блюдечек и тарелочек? А вот смотрите, Мадонна. Немецкий сервиз, к которому мы так все привыкли. В нашу молодость. Мечта была за иметь такой сервиз, да? Каждый чувствовал себя. Вот женщина, смотрю, там она в мешке. Ой, смотрю, тарелочка такая неплохая. 600 рублей английская, всё такое. О, немецкая. Вот. Я думаю, куплю. А пересылка, смотрю, ниже. Три тысячи вообще. И мы уже с Галей в прошлый раз решили, лучше здесь купить за полторы, за две, чем, простите, что тебе придет, неизвестно. Вот эту чайную пару я купила там, в этом отделе. И еще я там купила вазочку. Я вам ее покажу попозже. А потом я вам покажу две вещи, которые я купила в фикс-прайсе по фиксированным ценам. И тогда были скидки. Ну, а вот эту чайную пару, посмотрите, какая красота. Сколько здесь золота, как она на ножки. Ну, золота здесь очень много. И на блюдечке, и в чашечке. Красота. Ручка очень интересная. Посмотрите. Совершенно новая, красивая. Это Бавария Шуман. И я расскажу позже об этой вещи более подробно, когда буду делать обзор своих чайных пар и чайных троек, которые мне подарили на Новый год. мои подруги вместе с этой. Я сделаю более такой подробный. Но вообще, это шикарный фарфор. Очень тонкий, очень тонкий. Очень такой нарядный. Ну, и стоимость его 1800, я считаю, чудесная. И еще посмотрите, какая красота. тоже вазочка, чудесная вазочка, это тоже моя покупка, из молочного стекла, с такими неровными краями. Красиво. 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 Зогнутыми. Не зогнутыми. Вот так все красиво. а кстати здесь роспись ручная ручная работа посмотрите как красиво на фоне такая вот прелесть чего красиво нежно красиво вот здесь тоже с этой страны тоже такая красота а вот эту подвесную декоративную тарелочку и фигурку юной садовницы я купила в отделе фиксированных цен и даже со скидкой вместе с этой керамической тарелочкой с фигурками очаровательных двух птичек у скворечника в комнату как бы врывается воспоминание о лете ветви винограда расположились по краю тарелочки как бы оплели ее край а грозди винограда расположились в центре композиции я купила эту замечательную тарелочку для дачи и уже предвкушаю как она украсит мою гостиную посмотрите не правда ли прелестные фигурки птичек они выглядят так натурально как и грозди винограда вы знаете что я ну как правило не покупаю никаких статуэток но мимо этой очаровательной садовнице я не могла пройти мимо посмотрите какая милая девушка какие прекрасные цветы да они напомнили мне мою юность и вы же помните я ландшафтный дизайнер поэтому я и купила ее и кстати стоили они 400 рублей со скидкой каждая по 400 рублей ну и еще я купила вот такую шкатулку все очень понравился номер шкатулка вам не бывает для украшения мне не хватает но мне очень понравился резьба такая красивая и рисунок очень красивое дерево она конечно с трещиной вы видите проходит трещин но во всяком случае там вроде как подклеили ничего не мешает но купила я ее очень дешево стоила она так вот в обычный день 400 рублей я ее купила за 200 ну вот здесь все хорошо здесь видите тоже в общем эти боковые держат ну вот уж очень она мне понравилась еще если вы помните здесь мы сидели а сейчас смотрите все это для одежды дальше там примерочная здесь мужские все костюмы кители какая шапка дальше там белье идет примерочную заходим в примерочную старые платья кофты смотрите смотрите да вот уже мальчики старые она бурда моден вязание какие красивые вещи